Остроумен тот, кто шутит со вкусом. Не забывай и отдавай тому почтение, в ком ты нашёл защиту и спасение. Жан де Лафантен. В XVII веке во Франции при дворе короля Людовика XIV жил поэт Жан де Лафантен, автор многочисленных комедий и двенадцати книг басен. Он понял, что басни, которые писал Эзоп 23 столетия назад, продолжают оставаться важными, актуальными для людей и тоже стал сочинять и перерабатывать басни. Басни Лафантена написаны стихами. Виноградник и олень. В один несчастный день олень, благодаря густому винограду, нашёл себе спасение и ограду. Он, за листвой его густой, невидим был охотничьему взгляду. Опасность минула. И вот мой скот давай без всякого смущения гладать кору и листву ограждения. Поднял он шум такой, что все охотники толпой назад вернулись и оленя убили из ружья без сожаления. И по делам, сказал безумец, умирая, я оскорбил меня же спасший дом, его услугу забывая. Не забывай и отдавай тому почтение, в ком ты нашёл защиту и спасение. Подумаем о прочитанном. Басни «Виноградник и олень» преподносят жизненный урок, который должен усвоить каждый. Все должны помнить о тех, кто им делает добро, поддерживает в трудную минуту, предоставляет им землю и кров, заботится, даёт хорошие советы. Но бывает и так, что, воспользовавшись добротой, за неё платят неблагодарностью или даже предательством. А ведь это так важно – на добро отвечать добром. Мораль басни Ла Фонтена – нужно научиться быть благодарным. Басни «Виноградник и олень» особую актуальность приобретает в современном обществе. Обратите внимание, басни – это небольшой поучительный рассказ в стихах или прозе, в котором высмеиваются пороки людей. Хитрость, лесть, жадность, глупость. В качестве персонажей в ней выступают животные, насекомые, птицы, рыбы, редкий человек. Предметом басни могут быть и неодушевлённые вещи. Образы персонажей в ней носят аллегорический, иносказательный характер. В басне обязательно присутствует мораль или поучение, которое может быть высказано автором или кем-либо из героев. Читатель должен не только угадать, какие негативные черты высмеивает автор, но и извлечь определённый урок из басни. Продолжение следует...